Семь раз отмерь, один раз отрежь. Таким девизом руководствовались претенденты на победу в ежегодном конкурсе каменщиков. Его приурочили к грядущему через месяц профессиональному их празднику Дню Строителя. В этом состязании приняли участие представители четырех строительных компаний города. Каждая выставила свою команду, состоящую из пары специалистов. Каменщикам предстояло пройти два этапа испытаний – теорию и практику. То есть на втором мастера должны были показать и умение применить знания в деле, и свой опыт, и аккуратность. Судьи также обращали внимание на технику безопасности, а само задание нужно было выполнить на время. Именно эти критерии легли в основу оценок жюри. В его составе и преподаватель экономикостроительного колледжа Надежда Ямашева. Кажется, что она об этой профессии знает все, и даже больше. Дано мне святое право трудиться на благо людей, стройка моя держава, а я президент Кирпичей. Кроме членов жюри наблюдал за стараниями конкурсантов и почетный гражданин города – заслуженный каменщик Александр Васильевич Зотов. Он делился с молодыми коллегами своим опытом, указывал на ошибки и рассказывал о стройках былых времен. Я не могу держать в себе какие-то секреты. Но если человек любит профессию свою каменщика, то у него обязательно должен быть интерес. Он не должен останавливаться на каких-то достижениях. Атмосфера на площадке, где проходил конкурс, была буквально пронизана духом соперничества. Не только возможное повышение квалификации стимулировало отличиться. Каждая команда старалась доказать, что именно она достойна главного приза. Лучше всех это удалось представителям компании КСМК. Хотя они уверяют, что просто выполняли свою обычную работу. На подготовку времени у нас есть, можно сказать, и не было. Но мы всегда готовы были. Этим занимаемся. Где работаем, так это наша работа. Кроме каменщиков, блеснуть своим мастерством в состязании с коллегами из других организаций смогут штукатуры и сварщики. В борьбе за главный приз они сойдутся 16 и 21 июля. И лучших из них, так же как и победителей сегодняшнего конкурса, особо отметят в начале августа на общегородском праздновании Дня строителя. Игорь Морозов, Андрей Буслаков, РЕН-ТВ, Набережные Челны.